Родное село Михаил Семеновича Щепкино, что на речке Пенка, мало похоже на то, каким его видел знаменитый актер в детстве. В прошлое возвращает, разве что это крестьянская усадьба 19 века, которая была воссоздана. Изменилось многое, но неизменным осталось одно. Уже больше двух веков нынешнее Алексеевское сельское поселение буквально живет театром. О маленьком селе Красном рядом с современной Алексеевкой знали Пушкин, Гоголь, Герцен, Некрасов и Тургенев. Сегодня здесь музей-усадьба знаменитого Щепкина. Холл стилизован под театральную сцену, где прямо с подиума гостей встречают Михаил Семенович и его друзья. Встречают, как и 200 лет назад, пирогом с капустой. МХАТовцы себе приписывают, что это они родоначальники театрального капустника. Но мы-то знаем, что это Щепкинская традиция. С этой традицией теперь в Алексеевке начинается каждый фестиваль любительских театров. Печет капустник местная жительница, по старинному рецепту, секрет которого не выдает, говорит экскурсовод Лидия Гольцова. У неё мы и поинтересовались, почему пирог именно с такой начинкой. Пишет так один из современников. Дом Щепкина был небогат, кроме дешёвых, сальных свечей. Другие не водились, но был богат на друзей. В доме менее чем 24 человека за стол не садились. И вот пёкся огромный пирог с капустой. Дом был наполнен счастьем. И вот этот пирог с капустой пришёл в малый театр. Театральный капустник, посвящённый Щепкину, не обходится без ещё одной традиции. Ну что, гости дорогие, давайте пройдём по залу музея. Интерьеры экспозиции передают дух театральной жизни 19 века. Это старинная мебель из дома знаменитого актёра «Гордость музея». Её преподнесла в дар правнучка Щепкина, бывшая актриса малого Елена. Предметы интерьера были изготовлены по спецзаказу старшего сына Михаила Семёновича в 40-х годах позапрошлого столетия английской фирмы «Гампс». Пока участники фестиваля рассматривали раритеты, мы заглянули за кулисы сцены местного Дома культуры. Скажите, чем вы вот сейчас занимаетесь? Сейчас я готовлю реквизит к нашему завтрашнему спектаклю, который будет закрывать наш фестиваль. Это реквизит для спектакля по мотивам пьесы Николая Калиды «Нелюдима нашей море». Трагикомедия рассказывает о взаимоотношениях в одном неблагополучном многоквартирном доме, где герои то ссорятся, то мирятся, а в конце понимают, что они нужны друг другу. Многодетная мама Любовь Рябушенко играет в Алексеевском любительском театре «Зеркало» 15 лет. Говорит, здесь отдыхает душой. Я не работаю, я домохозяйка, но поскольку у меня большая семья и много домашних забот, театр для меня – это отдушина, это возможность огнуться в другой мир, возможность пожить жизнью других людей, персонажей разных. Может, сама земля как-то какие-то творческие начала раскрывает в людях. В фестивальном спектакле Людмиле досталась колоритная роль. Играет бабку Манифу, которой до всего и всегда есть дело. Это моя юбка, кофта, поток туза, все вот, самое простое, можно только сыграть эту женщину. В этом спектакле задействовано 8 жителей Алексеевки. Но по словам Лидии Хомченко, режиссера театра «Зеркало», которому, кстати, больше четверти века, на родине Щепкина каждый немножко актер. Зачастую смотришь на зрительный зал и понимаешь, что половина сидящих в нем, каждый в свое время сыграл в каком-то спектакле. Кто в детском, кто в юношеском, кто по возрасту или по болезни уже ушел из взрослого. То есть, в принципе, да, село у нас очень театральное. Ну, родина Щепкина. В афише двухдневного любительского капустника спектакли и для взрослых, и для детей. Открыл фестиваль студенческий театр Белгородского колледжа культуры и искусств музыкальной сказкой «Третий лишний». Главный смысл спектакля в том, что не бывает третьих лишних друзей. Нужно принимать всех друзей, стараться их хотя бы принять. И нельзя отвергать людей, которые к тебе тянутся. Даже герои детской сказки, из уст которых звучат простые человеческие истины, близки зрителям. А все потому, что современные актеры следуют заветам великого Щепкина. Играть просто, естественно и проживать вместе со своим героем его маленькую сценическую жизнь. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова